Друзья, здравствуйте! Сегодня 13 июля и, наверное, этот год у меня больше всего цветений в июле. Раньше такого не было. Конечно, красивая полянка. Некоторые жду, думаю, сейчас попадут в кадр, дожидаются, другие отцветают. Поэтому, думаю, надо снимать, пока есть возможность, потому что цветет очень много таких красивых, интересных сортов. Ну и начнем здесь у меня, на дальнем плане, фабула Азукар. Она колумбийка. Я ее бирочку сейчас попробую заснять. Я ее выставила здесь. Вот. Это гибрид Gemini на Rex. Она имеет такой нежный розовый отлив. Ну, достаточно красивая котлея. Цветет она у меня, смотрю, больше двух недель и еще не собирается отцветать. В этот раз она на цветоносе дала много бутонов. Сейчас попробую обойти. Честно, не помню. Раз, два, три, четыре. Четыре. Вот. Ароматная, красивая. Ну, вообще, первичные гибриды на Rex всегда дают очень красивый сорт. Вот. Так, дальше у нас здесь... Дальше у меня только вчера распустилась эта браса-котлея Киови Мэнденхол. Она такая имеет очень красивую губу. Она еще немножечко недорасправила ее. Она у нее такая более пошире и опускается. И третий день всегда показательный. Пока только второй. На дальнем плане адениум. Ну, они у меня есть, но так. Цветут. И особо, конечно, их не сильно замечаю. Мои, наверное, один из любимых гибридов. Какой же красивый сорт получился. Это гибрид. Он продавался у Сузуки. Ну, наверное, уже сейчас тяжело его купить. Попробую бирку снять. Честно, даже, наверное, не помню. Точное его название. Бирочка куда-то делась. Ну, да ладно. Ну, в общем, это гибрид Войнани Леопард на какой-то второй сорт. Потому что есть обратный гибрид ее. У нее другие цветы. Гавайи Гэлэкси на Войнани Леопард. Точно. Да, она. Я название вставлю, когда буду делать видео. Ну, вот такая вот она. Очень красивая. Летом она цветет два раза в год. Она летом такая более красная. А когда меньше цвета, это либо осень, либо весна. Скорее, уже будет второй рост. Вот он растет. Когда будет осенью, она будет не такая яркая. У нее будет красивее цвет. На заднем плане цветет Дориган Геркулес. Вот такой вот красивый. Самый рослый из Доригана. Ну, имеет, наверное, очень крупный цветок. Я попробую руку поставить. Вот такая вот. Вот такая вот. Мужчина. Геркулес. Я его делила в прошлом году. И он у меня зацвел. И мне девочка сегодня написала, что деленочка, которую она купила, у нее тоже бутончики. Поэтому цветение не потерялось при делении. Полностью распустилась энциклия витилина. У меня в прошлом видео поправили вилютина витилина. Ай, не хочется браться. Вот такая вот в полном роспуске милейшее создание. Будет цвести у меня, я и бутоны уже поставила сюда. Это котлея тигрина. Нет, не тигрина, а леопольде. Она будет цвести у меня с трех цветоносов бутонов. Вот он, три цветонос. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, один, девятнадцать, тринадцать, четырнадцать бутончиков будет цветочков. Дальше цветет котлея Рекс. Наконец-то она мне попала на видео. Так как она цветет недолго, а у нас сейчас жары нету. И она продолжает радовать цветение. Вот он, природник, который участвует в гибридах и очень красивые цветы дает. Ароматная цветет, когда жара, жарко. А это лето, всегда она цветет. То неделю. А тут сейчас уже, наверное, десятый день будет. Честно, вот эта вот котлея Варнери Царулея Сузуки на Z3551, я ее покупала во флорале. Честно, я в шоке. Второй раз цветет. Цвела она у меня зимой. У нее цветок был, но, наверное, не такой яркий. Тут прям такая голубизна красивая появилась в цветке. Я смотрю, наверху тут раз бутоны вышли. Вот такая вот крупная красавица. Очень красивый сорт, удачный. Цветет у меня Альтрила Белла Дориган. Он маленький сам по себе, небольшой, но очень-очень красивый. Очень красивый. Вот такой вот. Сейчас он мне дал четыре цветка. Цветки, конечно же, ароматные, но вот такой вот. Они не все, Трила Белла, красивый. Тут попался очень красивый. Я себе еще в коллекцию взяла Трила Белла Геркулес. Нет, Джемини, по-моему. Вот у него тоже гибрид. Очень красивый Трила Белловский. Цветет Вайнани Леопард, которая участвует во многих гибридах и дает разные красивые цветы. Вот такая вот. Это котлея с Таиланда. Она у меня была посажена. Кокос вместе. Сейчас я надрезала резуму. Вот как я кокоса удаляю со временем ее. Вот кокос она сидит на куске. Корой засыпана. И часть резумы я режу. Вот она, разрезанная резума. Эту часть я вытащу и посажу в кору. А то я пока оставлю так. Там уже и рост она. А, вот этот рост, кстати, резума разрезана полгода назад. И он уже дал от задней части. И уже будет хорошо расти. Так, здесь прям букет. Это Дориган Крузейра Десол. Очень красивый Дориган. Он берет обилием цветов. Вышло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветов на цветоносе. Очень красивый. Но он сам по себе такой кривоватенький. Как растение растет. У меня сколько их еще, по-моему, два в наличии стоит. Вот они все такие криво-личные. Доцветает Пурпурато Сангвиния. Вот такая вот. Лилия Тенеброза. Обычная, типовая. Она у меня от Мики. Но еще пока цветет. Дендрубиум выпадает не один раз уже. Что еще из интересного? Полностью Ванда цветет, распустилась. С огромными своими цветами. И цветет у меня вот эта вот Шамбуркия. Шамбуркия Танксониана. Вот такая вот девушка высокая. И вот если я буду опускать потихоньку камеру, можно будет увидеть, какая она высокая. Вот внизу она и стоит. И вот так вот цветет. Вот такой вот обзор по цветущим растениям. Может у кого-то появляются хотелки после этого. Но извините, пожалуйста. Всем хорошего настроения. Пока-пока.